Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей на православном портале экзегет. И вот к нам поступил такой вопрос, где был Христос до 30 лет? Ну, с чем этот вопрос может быть связан, мы можем только предположить. Ну, и на эти наши предположения и ответим. Ну, скажем так, где был Христос согласно преданию церкви, согласно учению Евангелия и святых отцов, мы вполне с вами можем дать ответ, в общем-то, простой и довольно односложный. Безусловно, Христос находился со своей семьей, находился с причистой Девы Марии, находился со своим приемным отцом Иосифом. И мы с вами знаем, что, родившись в этот мир в Вифлееме, он в достаточно скором времени должен был совершить еще в младенчестве опасное, довольно продолжительное путешествие в Египет, где он должен был скрыться от гонителей в лице Ирода, его подручных. И надо сказать, что об этом путешествии, конечно, сохранились некоторые такие чудесные апокрифические подробности в тех сказаниях, даже в указаниях каких-то таких мест, в которых проявилась божественная сила Христа. Эти апокрифические сказания повествуют о том, что во время пришествия младенца Христа в Египет там пали на свое лицо и сокрушились Идовы. Есть также очень интересная история о том, как Христа и святое семейство преследовали воины, они скрылись в дупле одного дерева, которое своей паутиной скрыли от преследующих воинов пауки, поэтому получили на своих спинках образ Христа от Христа. Но это все-таки больше, конечно, народные предания, легенды, которые сопровождают собою, в общем, достаточно краткое евангельское упоминание о том, что Христос провел какое-то не очень продолжительное время в Египте до смерти Ироды, не более четырех лет, и затем вернулся со своей семьей обратно в Палестину и поселился в Назарете, где был известен как сын плотника, собственно, как о нем и говорят жители Назарета, не плотник ли он плотников сын. То есть уже из этого совершенно очевидно, что Христос не совершал каких-то особо далеких таких путешествий, которые, в общем-то, выходили бы за рамки тех путешествий, которые совершали практически все жители тогдашней землеобетованной, когда они из тех мест, где бы они ни жили, близко ли, далеко ли, но в какие-то, по крайней мере, три из наиболее важных праздников иудейского календаря, то есть в Песах на Пасху, в Шивот в Пятидесятницу, в Суккот или в наем Кипур, они отправлялись, оставляли свои дома и отправлялись для того, чтобы принести жертву, для того, чтобы совершить свои приношения в храме Иерусалима, там встретить вот эти праздничные дни. Мы знаем, что отрока Иисус в возрасте 12 лет сопутствовал своему семейству также традиционно с другими паломниками, которые в это время поднимались со своих мест, приходили в Иерусалим, в храм на празднование Пасхи, проводили там какое-то время у своих родных и затем возвращались обратно. Мы знаем, что вот в возрасте 12 лет Господь, Он удивил и напугал своих родных тем, что, отстав от них, остался в храме и там поражал книжников и мудрецов своими вопросами и своими ответами, которые Он на них предлагал. И вот это было одно из тех чудесных событий, тех особенных проявлений того божественного разума и божественного достоинства, которые до времени были сокрыты под человеческим образом Иисуса Христа, но которые вот в какой-то, в какие-то такие редкие моменты приоткрывали себя и которые, представя Богородице, как сказано в Евангелии, слагала в сердце своем, хотя и испытала много волнений, переживаний, разыскивая со слезами свое любимое чадо, расспрашивая спутников и сродников, не с ними ли идет отрок Иисус, и таким образом в течение трех дней, пребывая в его поисках и, наконец, найдя в храме, где он поражал своей мудростью книжников и учителей народа. Но, в общем-то, из вот этого такого достаточно будничного, рутинного восприятия Христа его назарецкими современниками и, можно сказать, соседями, совершенно очевидно, что нигде, вот кроме таких ежегодных путешествий, паломничеств по святым местам, Господь в своей жизни не бывал. Если бы он отправился в какие-то далекие края, как ему там иногда предписывают, или связался с какими-нибудь странными компаниями или учениями, это, безусловно, стало бы известно его соседям. Но город Назарет, можем себе представить, что это был за городочек, о котором говорили, из Назарета может ли быть что-нибудь доброе. Пыльный, галилейский, тесный городочек, в котором, так сказать, все друг у друга живут на виду, все прекрасно знают, кто, что, если уж это плотник и сын плотника, то все прекрасно об этом осведомлены. И надо сказать, что Назарет, он сохранял веками свою память о Христе. И вообще говоря, в Назарете сложилось такое особенное совершенно иудео-христианское население со временем. И даже, например, еще путешественнику Антонию из Печенции, который в VI веке посещает Назарет, показывают, например, школу при синагоге, в которую ходила семья Спасителя, и показывали еще ту парту, за которой сидел маленький Иисус и учился, как и все остальные назаретские дети, а зам чтения и премудрости в этой самой Назаретской синагоге. Надо сказать, церковь эта синагога до сих пор существует, но, конечно, уже многократно перестроенная, находится в старом квартале Назарета, неподалеку, сравнительно недалеко от современного собора католического благовещения, чуть выше по улице и в сторону, там, если отойти в сторону базарных рядов, то там вот как раз-таки можно увидеть эту церковь-синагогу, которая сейчас находится в руках униатов, одной из униатских церквей католических, восточных, ну, конечно, уже там ни парты, ни грифельные доски уже давно не показывают, но, тем не менее, вот эта память о пребывании, постоянном пребывании в Назарете плотника его Сына Иисуса, она там сохранялась, что, собственно, и воспрепятствовало в какой-то момент распространению проповеди Спасителя в его родном городе Назарете и вызвало, так сказать, известное изречение о том, что нет пророка бесчестия только в Отечестве Своем. Вот. А вот все, конечно, вот эти уже, ну, по-другому не скажем, убогие измышления о том, что Господь наш Иисус Христос отправлялся куда-то к Махатмам Шамбалы, куда-то в Гималайи, где бы учился какой-то тайной восточной премудрости, которую он принес затем и развил в своем учении, ну, к сожалению, прямо скажем, делаются все эти предположения не от большого ума. Ну, достаточно, собственно, просто задаться вопросом, а что, собственно, такого мог бы принести Христос от каких-то Махатм, какой-то Шамбалы или еще, так сказать, откуда-то с Гималаев? Что, собственно, такого или с Тибета мог он там заимствовать? Ну, что, собственно говоря, в те времена Гималая и Тибет? Это, ну, ареалы распространения буддийской веры, буддийской религии, смешанной с местными оккультными практиками черной религии Бонн. И, в общем-то, ничего, кроме какого-то незамысловатого оккультизма или абсолютно не имеющий никаких точек соприкосновения и пересечения ни с христианским, ни с иудейским религиозным сознанием, все эти традиции, ну, никоим образом не имели. Уж не говоря о мифических Махатмах, которые были придуманы Рерихом, Блаватской и прочей этой компанией международных проходимцев, которые, в общем-то, так сказать, и Ленину, по словам Рериха, присылали там свое благословение на Великую революцию. Ну, в общем, что называется, не путайте Божий дар с яичницей. Другими словами тут, наверное, и не скажешь. Ну, уж не говоря о том, что, безусловно, такое путешествие не осталось бы незамеченным, да? То есть о Христе, если бы он где-то до 30 лет путешествовал, совершал какие-нибудь такие вот вояжи, о нем бы, конечно, ну, во-первых, ему некуда было бы возвращаться, его бы просто уже не приняло бы то общество, в котором он вырос, никоим образом. И уж тем более не опознало бы в нем плотника и сына плотника, да? Он мог бы быть каким-то путешественником, бродягой, купцом, ну, кем угодно, но уж ни в коей степени не плотником и не сыном плотника. Всем и каждому в Назарете известным. Вот. То же самое относится и к якобы пребыванию Христа в среде секты есеев. Да, действительно, во время жизни Христа такая секта получила достаточно широкое распространение, но, опять же, надо сказать, что по своему духу, характеру, по своему направлению эта секта есеев мало общего имела вообще с христианством как таковым. И все предположения о том, что кто-то из учеников Христа какое-то время пребывал в среде есеев, а тем более, что в среде есеев пребывал Христос, ну, при даже самом поверхностном знакомстве с теми текстами, которые дошли до нас от этой секты, оно, конечно, в общем-то, не оставляет никаких шансов на, в принципе, такую возможность. Может быть, кто-то из учеников и мог еще принимать какое-то участие в этой или интересоваться деятельностью есеев. Но надо сказать, что вообще есеи не стремились к какому-то такому принятию большого числа новых членов, к тому, чтобы разрастаться в своем числе. И ничего подобного. Есеи были достаточно замкнутые, организации избранных, и уже в этом проявляется совершенно противоположный дух, которым водились члены секты есеев в сравнении с христианством. Мысль о том, что можно отправить 12 апостолов, проповедовать что-то близкое на учение есеев, ну, она для есеев абсолютно абсурдна и немыслима. Есеи — это общество людей, которые смотрят на себя с чувством чрезвычайного превосходства. Это такие гностики иудейские того времени, это люди, которые обладают тайным знанием в противоположность всем остальным иудеям, которые продолжают приносить свои жертвы в виде овец, валов или голубей в ветхозаветном храме, что есеи считали просто, так сказать, какой-то такой плотской и земной подменой духовного смысла изначального учения, весьма превозносились над всем прочим, так сказать, этим населением, и чувствовали себя узким обществом избранных. В то же время они вполне разделяли вот такой радикальный иудаизм, то есть это чувство превосходства себя над иудеями, они вполне распространяли и на превосходство иудеев над всеми прочими остальными народами. И проповедь среди них христианства была столь же невозможным для есеев делом, как и проповедь среди иудеев. То есть это совершенно противоречит самому духу, замкнутого и превозносящегося своим тайным знанием вот этого есейского сообщества. Мы видим, что Христос совершенно другой, Он с народом, Он в толпе, Он в гуще людей. Он передает им свое учение, но оно также далеко отстоит от учения есеев, как небо от земли. И в конечном счете мы знаем, что вот эти общины есеев принимают участие в общем таком возмущении иудейского населения, которое стало выражением вот такого иудейского противостояния со всеми остальными гаим, язычниками, и в частности с римскими оккупантами, и последние из этой секты нашли свой конец среди защитников Моссады в 1972-1973 годах, где, собственно, и обнаружены также некоторые документы, относившиеся к вот этим последним общинам есеев. То есть есеев вполне разделяли вот это общеиудейское превозношение над прочими народами и прочими людьми, точно так же, как они превозносились и над иудеями как таковыми. В то время, как мы знаем, христиане не принимают никакого участия в этих иудейских мятежах, но скрываются, согласно пророчеству в городе Пел, в одном из сирийских городов Десятиграде, не принимая никакого участия в этой развязанной иудеями войне против Рима, что, в общем-то, является одним из таких моментов, которые, ну, окончательно, еще более резко отделяют общество христиан от всех прочих иудейских сект, направлений и вот формирующегося вот этого нео-иудаизма, который мы сейчас знаем под именем иудейской религии. Поэтому, конечно, повторимся еще раз, до 30 лет Христос проводил внешне ничем не выделяющуюся жизнь. Этот образ вот этой тайной жизни, тайного ходатайства, неизреченного ходатайства за народ Божий, за все человечество в православном богослужении выражается в первой половине шестопсалмии, читающегося в начале богослужения утренней, когда священник сначала в течение первых трех псалмов читает половину святильничных молитв, 6 из 12, перед престолом, а затем точно так же уже в темноте читает их перед царскими вратами. Вот это образ жизни Христа до 30-летия, до своего явления народу. И вот затем уже зажигается свет, раздается торжественное пение «Бог Господь, явися нам, благословен, гряды его имя Господне». Это уже литургически передаваемый образ явления Христа в этот мир как Учителя, как Спасителя и как Свет этому миру. А до 30-ти лет вот эта его жизнь, она передается образом священника, который втайне, в глубине своего сердца читает эти молитвы, ходатайствовав перед Отцом Света, как когда-то это делал Господь в те дни своей земной жизни, когда еще не пришло время его открытого служения человечеству и своему народу, и вообще этому миру. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.